Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. В сегодняшнем видео я буду вам рассказывать про свой новый парфюм, который я уже поносила и который, вопреки всему, успел мне полюбиться. Вопреки чему, я вам сейчас расскажу. Это парфюмерная композиция, моя, так скажем, добыча с Черной Пятницы. Сейчас везде проходит акция Черной Пятницы. Цены она мониторит, на разных сайтах они меняются. Собственно, тогда что-то появляется, что-то исчезает. На рандеву Черная Пятница, в золотом яблоке Черная Пятница, в ритуале Черная Пятница. И все парфюмолюбители уже готовы потратить свои накопленные за год денежки, которые мы с вами складываем как раз к акции Черной Пятницы, на свои любимые парфюмерные композиции, косметику, кто-то на одежду, кто-то на супнички. Потому что Черная Пятница распространяется сейчас практически на все товары, даже, наверное, на продукты. Кстати, с интернет-магазина рандеву. Вчера я сделала последний крайний обзор вот этой огромной посылки. Там были бюджетные ароматы. Я опять заказала еще более мега-огромную посылку в интернет-магазине рандеву. Надеюсь, она ко мне скоро приедет, потому что там такие цены. Просто грех не воспользоваться и не заказать много-много-много всего интересного. Кроме того, я еще заказала косметику. И для себя, и для своей невестки мы очень долго выбирали, что там такого есть проверенного по акции. Так что скоро приедет посылка, и скоро я вам все расскажу, все покажу, что там. А пока давайте приступим к исследованию моего нового парфюма. Не перепутать бы такие, потому что одинаковые флакончики. Один парфюм у меня появился недавно. Это нишевая марка Марк Бакстон. И парфюмер всех этих ароматных композиций, собственно, это Марк Бакстон, который создал свой бренд, чтобы его творчество ничем не было ограничено. Дриминг Дис Гост. Я вам уже рассказывала про этот парфюм. И, кстати, кто у меня брал его на распроб? Всем он очень и очень понравился. Ну, в двух словах, да? Ну, тоже же у меня в этом месте, по-моему, он появился либо в конце прошлого, точно не помню. Дриминг Дис Гост. Это парфюм, который посвящен коже, айве, ваниле, достаточно сладкий. И я, и многие другие пользователи нашли его просто невероятное сходство с более дорогостоящим парфюмом от бренда Нобеля 1942, который называется «Алли Данса Делла Лабелюла». Ну, тут вот парфюм получился куда более сложный, игривый. Хотя вот основное направление такое сладко-фруктовое, как и в «Танце Стрикоса», здесь прослеживается. Сейчас цена на этот аромат не столь высокая, поэтому спешите его заказать. Я вам очень и очень его рекомендую. Классный, сверх-мега стойкий, шлейфовый, очень интересный, тёплый в раскрытии парфюм. Это я сейчас рассказывала про Дриминг Дис Гост. Целых 100 мл, просто шикарной красоты. Понравится вам этот парфюм, если вы почитаете гурманику. Итак, мы его отсюда отставим на задний план. Кстати, вот как вы думаете, почему я сюда ход сбежу, такой дорогой парфюм принесла, который стоит далеко за 20 тысяч рублей. А всё потому, что эта парфюмерная композиция, ход сбежу, про которую я вам также недавно рассказывала, вышла из-под пера, всё того же, великого парфюмера Марка Бакстона. Так, ну и гвоздь нашей программы «Месседжа in a Perfume». Переводится это название как «Послание в парфюме». Раньше, по-моему, первый выпуск назывался «Послание в бутылке». «Месседжа in a bottle» было так, но что-то как-то это не очень благозвучно звучало. И вместе с лёгкой переформулировкой, которая сделала этот аромат более носибельным, и, знаете, поменялось и название на более романтичное. «Послание в парфюме». Вообще, родилась идея создания этой парфюмерной композиции у Марка Бакстона при, знаете, созерцании острова, тропического острова. И он подумал, да, вот в бутылку запечатать послание, и кто-то получит это послание через какой-то период времени. Это так вот очень романтично, и он подумал, не создать ли ему вот такое послание, собственно, там в парфюме, да. Ну, получилось послание в парфюме, которое заповлечено вот в такой вот замечательный флакончик. Итак, давайте нанесу эту парфюмерную композицию на себя, потому что сегодня хочу быть в ней. Если хотите, и на вас тоже нанесу у вас по душу, конечно же, если вы любите цветочные, восточные парфюмерные композиции. В начале видео я вам сказала, что полюбила этот аромат вопреки всему, то есть вопреки своему парфюмерному восприятию, потому что здесь очень и очень ярко слышна нота апельсинового цвета и нерали. Причем апельсиновый цвет и нерали здесь содержатся в разных количествах и в разных концентрациях, как скажем, да, в разных долях, а как в стартовых, так в сердечных, так и в базовых нотах. Но Марк Бакстон просто, естественно, гениальный парфюмер, потому что он смог так скомпоновать эту ноту апельсинового цвета, что даже мне она понравилась. Я ношу уже несколько дней этот парфюм с огромным удовольствием. Собственно, это утром и днем. Для меня это достаточно свежий, с восточными немножко смолистыми оттенками цветочный парфюм. Вот знаете, мне кажется, в моей коллекции чисто цветочных парфюмов, ну, очень мало, возможно, их даже и нет. А здесь это вот такой представитель ярко выраженной цветочной парфюмерной направленности. Причем это не просто какие-то цветуечки, такие веселенькие розочки и жасминчики, а здесь все на невероятно богатой подложке из смол. Смола здесь представлена ламбданумом, да. Потом еще что здесь есть? Серая амбра, которая придает объемности, дорогие выездные звучания, парфюмерной композиции и легкой-легкой сладковатости, потому что кроме серой амбры сладости этому аромату ничего не дает. Он, в общем-то, и не сладкий, он именно цветочный. Здесь очень красивое звучание от цветов как апельсинового цвета, так и отголосков жасмина, так и иланг-ланга, который делает этот аромат достаточно взрослым, при этом очень статусным и элегантным. Я не знаю, многие даже смогут нанести эту парфюмерную композицию на вечер куда-нибудь, знаете, на торжественное мероприятие. Цветы здесь благодаря, вот все вот это собрание цветов, и жасмин, и иланг-эланг, и цветы апельсина, благодаря, вот знаете, действительно, наверное, серой амбре и в сочетании с апельсиновым цветом, имеют небольшую горчинку, что звучит очень и очень приятно. Этот аромат нельзя назвать согревающим, таким вот каким-то, знаете, но он невероятно бодрящий. Это я имею в виду к применению этой парфюмерной композиции относительно наступивших сейчас холодов. У нас, например, снег лежит на улице, то есть вас этот парфюм не согреет, но он довольно-таки бодрый. Он с достаточно большой долей такой вот цветочной свежести. Здесь и сладость цветочная, и свежесть цветочная, и горчинка цветочная. Кстати, парфюм я его поносила очень и очень шлейфовый. Шлейф сопоставим с ароматами Шанели, он буквально, знаете, такой вот километром. Очень-очень приятный, женственный. Еще раз напомню, что молоденьким девушкам этот парфюм, скорее всего, не понравится, потому что он звучит взросло и довольно-таки статусно, да? Вот, поэтому, если вы любите чисто цветочное направление ароматов, могу вам его смело порекомендовать. С чем этот аромат сравнивают на фрагрантике? Я посмотрела, сравнивают с поэмоланком. Я, в принципе, с этим не особенно согласна, но согласна с тем, что если вам нравится поэма ланком, которая для меня, она куда более сладкая, ну и такая достаточно же прямолинейная и немножечко такая уже устаревшая парфюмерная композиция, хоть невероятно прекрасная и являющаяся шедевром для своего времени. То есть, если вам нравится ланком поэма и вам хочется чего-то такого, мультицветочного, менее сладкого, абсолютно современного, то могу вам посоветовать, конечно же, вот эту парфюмерную композицию Message in a Parfum от Марка Бакстона. Если вы знакомы с этим ароматом, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно ваше впечатление. Да, довольно-таки сложно объемный цветочный парфюм. Цветы здесь абсолютно непростые, они именно нишевые. Я здесь не чувствую никакой индольности, хотя здесь еще, кстати, к тому же заявлена нота Цибетина, которая все-таки немножечко отправляет нас к ароматам, к звучанию ароматов старой школы, навевает ностальгию у нас, положительные эмоции, какие-то такие, знаете, чувства. Очень интересные. Но вот этот вот Цибетин здесь добавлен в какой-то минимальной микродозе, и он позволяет парфюму звучать с откровенным вот таким вот французским шиком. Я не знаю, как этот парфюм будет звучать летом. В жару, мне кажется, в жару он может придушить, потому что очень яркий и насыщенный этот аромат. А вот сейчас зимой, как такой, вот знаете, бодрящий, цветочный, сверхмегаэлегантный парфюм, его можно с удовольствием носить. Итак, мои хорошие, на этом буду завершать это видео. Надеюсь, оно вам понравилось, было полезным и интересным. Ну, и развлекательным, конечно, тоже. Я его завершаю, говорю вам всем пока-пока, всех целую. И до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся. Продолжение следует...